Здание бывшего общежития одного из ульяновских техникумов могут занять швей из числа осужденных наших земляков. Дело в том, что перед региональным УФСИН стоит задача до конца этого года создать 400 новых мест для размещения осужденных. Цель не только решить проблему дефицита рабочих, но и социализироваться самим осужденным, а также получить профессию и трудоустроиться. И как раз сейчас в СМИ обсуждают, что компания по производству одежды приобрела это строение для размещения в нем исправительного центра для приговоренных к принудительным работам. Что это за центр и что думают жители ближайших домов, где он возможно разместиться? В нашем репортаже. Бывшая общага находится на улице Любови Шевцовой в Ленинском районе. В здании уже давно никто не живет, а вот жители близлежащих к нему домов переполошились из-за вероятного соседства. Мы, конечно, против такого соседства, потому что здесь очень много учебных заведений, сами видите, в округе. И наши дети здесь бегают, у нас там площадка детская. То есть зимой мы заливаем каток, и летом они играют в футбол там. Ну, как бы это не совсем правильный вариант. Я считаю, что такие заведения должны быть где-то за чертой города. Ну, по крайней мере, не в таком густонаселенном месте. Сейчас в регионе есть только один исправительный центр. Он расположен в промзоне Заволжья-Ульяновска. Рассчитан на 112 мест. И на сегодня полностью заполнен. А претендентов гораздо больше. Артем Махмутов прибыл сюда два дня назад из Новоульяновской колонии строгого режима. Говорит, это заведение по сравнению с ней – пионерский лагерь. Намного лучше, чем там, где я раньше находился, в ВК-2. Сейчас не привык еще, не вошел в эту атмосферу свободы. А так ощущение восторги. Чистота и порядок в помещениях обеспечивается силами осужденных центра. Любое нарушение может вернуть живущего здесь обратно в колонию. То есть у них холодильные камеры полностью оснащены, где они хранятся, свои продукты, микроволновые печи. То есть здесь вот плиты, здесь они готовят свою еду. Осужденные центры за свой счет обязаны покупать одежду, обувь, продукты и оплачивать коммунальные услуги. Поэтому ВСИН обеспечивает их работой. Десять человек из исправительного центра трудятся на ульяновском предприятии по изготовлению бетонных блоков. Сотрудничество чуть меньше года у нас с УФСИНом. Все это было связано с большими кадровыми проблемами. Труд достаточно тяжелый, плюс вредные привычки, как правило, приводят к тому, что, приходя на рабочее место, часто сталкивались с такими проблемами, что сотрудники отсутствовали на рабочих местах. Здесь данная ситуация, соответственно, разрешена. Ребята достаточно ответственно относятся как к самому труду, как к материальным ценностям, к технике, к оборудованию, к порядку и так далее. В центре отмечают, в нем находятся осужденные за незначительные правонарушения или те, кто искренне сожалеет о содеянном и хочет наладить свою жизнь. Чтобы попасть сюда, они проходят через психологическую лабораторию. Специалисты определяют степень раскаяния и добрых намерений. Не хитрит ли, не лукавит человек ради облегчения режима? Попав сюда, работа с психологами не прекращается. При прибытии осужденной каждый проходит беседу с психологом. И психолог уже после прибытия смотрит, где нужно, как работать с осужденными, что у него, где поработать, где скорректировать, что нужно. И они постепенно адаптируются. Это осужденные, которые беззалятся от общества, но они также со своими же проблемами, тем более, когда еще они куда-то выходят, у них есть еще же общество, как бы с другой стороны, у всех какие-то переживания, волнения, как что получится, и как бы нужно семью содержать. Осужденные, находящиеся в центре, могут видеться с родными, выходить в город за покупками и даже в качестве поощрения выходные целые сутки отдыхать дома с семьей. Некоторые свое свободное время стали тратить на благотворительность, которая вылилась в проект. Возьмем шефство над детдомами, будем работать с детьми, проводить лекции касаемо детской преступности, пытаемся как-то оградить детишек от этого всего, потому что, скажем так, наши строка, которые мы отбыли в учреждениях, нас в многом научили, мы сделали выводы, и не хотим, чтобы дети, которые находятся в учреждениях, пошли по этому пути. В стране пока чуть более ста таких учреждений, как этот центр. Нехватка мест в них – проблема всероссийская. Правительство страны к 2024 году планирует кратно увеличить их число. Федеральную установку спустили в регионы, и в Ульяновской области принялись за решение задачи. К примеру, осенью в Ишеевке появится такой центр для осужденных женщин. Пока на 20 мест. Илышах Вадамир Губеев, Алексей Прохоров, Вести Ульяновск.